Продолжаются бои на востоке страны. Боевики обстреливают сегодня позиции наших военных в Донецкой области. Детали узнаем у Ирины Баглая. Она с нами на связи. Ирина, расскажи, где ты была и что видела сегодня. Да, Наташ, главная новость. Боевики так называемой ЛНР-ДНР стягивают силы под Дебальцево. Сегодня утром они вели огонь по позиции Силатон на крайнем блокпосту украинской армии. Там оборону держит 128-я горно-пехотная бригада и бойцы батальона теробороны. Военные даже не хотели нас пускать на блокпост в целях безопасности, хотя снаряды боевиков не долетают пока до самой позиции. Но в селе Фащевка, буквально в нескольких километрах, замечено скопление боевой техники боевиков. Село контролируют казаки. В селе Фащевка пять русских танков. Не знаю откуда, не знаю, как пришли, не знаю. В чем они ждут? Что и до чего? За километром 300 минометами я трошки накрывал, так. Вчера, сегодня тоже... Вчера, не вчера, раньше до 610. И все же мы успели поговорить, пока было затишье. И, конечно же, расспросили, как бойцы на передовой оценивают вчерашнюю встречу президентов Украины и России в Милане. Интернета, да и других ресурсов на линии фронта нет. Мобильная связь с перебоями. Но, тем не менее, военные с нетерпением ждали результатов и, как могли, следили за переговорами. И в то же время они готовятся к холодам, к зиме и укрепляют оборону. Мы нас надеялись, что они порешают, что весь ковид ведут. Мы домой собираемся. Ну, а строиться в любом случае надо, потому что, не дай бог, какое-то горе. Не прекращаются бои в соседнем селе Никишино, которое разделено на две части. С одной стороны его контролируют силы АТО, с другой – боевики. Бьют по нему ДНРовцы упорно, чтобы прорвать фланговую оборону нашей армии. У нас хотят с флана обойти. Там нашу позицию прикрывает наши ребята. Держит пока. Миномерные обстрелы пытались прорваться танками. Два танка уничтожили. Местные жители оккупированных Фащевки и Красного Луча начали выезжать из своих домов. Военные говорят, едут кто куда, потеряв надежду на освобождение от боевиков. Нету зарплаты, безвластия, мародерства, изнасилования. О чем можно говорить, если там бандиты. Люди сильно напуганы. Говорят Красному Лучу, что уже не одни люди говорили, что ребята, когда вы уже нас освободите, когда к нам зайдете, это жить так невозможно. И огнем изграда в боевике сегодня обстреляли село Пески, где дислоцируются наши военные. Причем к ежедневным, утренним и вечерним обстрелам добавился и дневной. А потерям среди наших военных пока информации, к счастью, нет. Наташа. Спасибо, Ира, Ирина Баглай, об обстрелах в Донецкой области. Сейчас мы налаживаем связь с Мариуполем. Немного позднее узнаем о том, что там сегодня.